Добавлю еще к тому, что мы сегодня поехали, решили съездить в узбекский ресторан, да, можно так назвать, кафе, обычное кафе узбекское. Решил Юра, вот, Станюша, порадовать меня каким-то узбекским национальным блюдом. И мы вновь вечером, я даже уже начал верстать видео про Новосибирск, господи, про Новосибирск, сколько слов не нужно. Ну и попутно мы решили поснимать здесь, как бы, добавочные. Потому что ты в этом районе не был, ты был в Октябрьском районе, это вот на речном вокзале, но это... Это не то. Да, вот сейчас вот мы будем из Центрального района переезжать в Октябрьский район. Вот это вот тоже Сталинская высота. Да, да, вот это вот Сталинка, вот это вот наша филармония. Значит, получается, что здесь нет царских домов, потому что город был небольшим в царское время. Город был вот небольшим, хотя вот тут есть, вон там дальше. Вон там, вон красненькая, это тоже вон царская постройка. Царская постройка. Вот с правой стороны, вот, где вот аренда, да, то есть... Но мало их таких домов. Мало, мало, конечно. В основном это все, город весь Новосибирск построен в сталинском стиле, вот сталинские постройки были. Камерный зал от филармонии. Здесь такой большой. Еще какой интересный призма здания. И вот это разделение, как бы, часовинка, да, вот это вот? Да. А вот головной офис Сбербанка стоит. Ну, с шаром на верху, ага. Это не шар, это не просто шар, это символический кошелек. А, ну понятно. И вот в нем, то есть, купюры как бы лежат, видишь? А, вот оно, что я никогда и не знал. Греб же не дурачок, он сделал все так, что, то есть, это кошелек, и ты туда вкладываешь деньги. Понятно. Вот наш тюз, вот впереди слева, вот это вот угловатое здание. Техугольное такое тюз. Это театр юного зрителя. Вот впереди, вот посмотри, дом вот так вот, да, стоит, как бы, разъехавшиеся стены. Это в народе называется дом-стакан. Это так его специально построили? А чуть дальше там будет танцующий дом еще у нас. А он, ну, что, шатается? Нет, он вот так вот сделан. А, ну, как пирамиды. Да, ну, сейчас его увидим, ты его снимешь. Да, вот вечером, видите, ребята, пробки в Новосибирске. Все уже начинается, потому что время, понимаешь, сейчас люди с работы едут домой, на дачи кто-то там. То есть, и вот в это время мы, как говорят москвичи, медленно едем. Вот он, этот Сбербанк, головной офис. И невзрачное такое здание старой статистской постройки, не имеющее ни вывески, ничего. Говорят, что оно принадлежало спецслужбам. Тюз. Театр юного зрителя. Ну, в стиле 70-х, видно, было построено. Пытались что-то такое создать, видать, красивое. Корабль, что ли, космический. Ну, наверное. С иллюминаторами. А, вот такие цилиндры построены, видите, ребята, какие новые, как говорится, постройки в городе. Вот дом в стакан построен. Ну, стеклянный имеется в виду. Да. А там танцующий дом, который как в виде кубиков построен. Видите, как он. И это все современные постройки. Называется? Вот это все тоже современные постройки. Да, современные постройки. Дом в стакан, видите, как вот интересно у него на расширение идет он наверху. Ну, это народное название. Ну, это да. А у нас народ любит называть. Как Красноярский, допустим, стадион в виде вот этой тарелки такой. Он так и назвали, на тарелочку стадион. И вот танцующий дом, ну, просто что кубики такие сдвинутые, как бы. Вот такой дом. Захотели вот сделать такой проект? Сделали. Вот говорят, что вот это здание должно быть очень высоким, но когда его начали строить, то закончились средства. И его сделали вот таким коротышом. А, видать, фундамент заложили на большой все-таки дом. Так что он будет стоять очень долго. Он вот этот бизнес-центр «Время», он запущен-то, наверное, год как всего. Потом очень долго достраивали. Бизнес-центр «Время». А вот впереди у нас сейчас будет еще вот чуть подальше, сейчас будем проезжать мимо. Будет ГПНТБ. Это Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека. Как научно-техническая, по крайней мере, библиотека, она самая крупная за Уралом. Библиотека ГПНТБ? Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека. Вот, Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека. И вроде как она вниз столько же, если не больше, вот сколько сверху. Как архив, да? Да. Смотри-ка, это... Крупнейшая за Уралом, это, ну, то есть официальная... Библиотека. Там было заводоуправление. Так, вот здесь вот говорит, что, Юра, что здесь было заводское общежитие. Это вот это вот здание. Да, вот это вот здание. А вот то рыженькое, такое желтоватое здание... Это было заводоуправление, и даже там, по-моему, были и производственные цеха здесь. То есть... Да, вот. Я представляю, какое интересное общежитие, какое шикарное, да? Вот так вот разобраться. Постройка вся прямо красивая. И добро. Видишь? Вот библиотека и площадь перед библиотекой. Вот так выглядит. Очень много молодежи. Да, и здесь частенько у нас проходят там различные митинги, ну, и там какие-то праздники, то есть иногда отмечаются. Все это есть. Бизнес-центр здесь прямо, ну, пруд пруди, как в золотых и серебряных магазинах в других городах. А у вас, кстати, я ни на одной вывеске не нашел, что золото там или золото. Почему? У нас много. У нас, например, вот сидит вот эта сеть, как она? Тань. Блин, алмазы Якутии. Как? И этот алмазы Якутии, это само собой. Этот Адамас у нас есть золотой. Вот мы сейчас будем проезжать мимо Новосибирского Афинажного завода. А это опустошенное здание, да, Юр? Нет, почему? Оно работает, по крайней мере, часть работы. Что это такое? Фабричный цех какой-то? Да, завода Аксид. Завода Аксид. Надо же, был завод. А вот с левой стороны Новосибирский Афинажный завод, по-моему, он то ли встал на реконструкцию, то ли он вообще встал. Понятно. Старое здание, да? Вот это вот мы уже едем с тобой в Октябрьском районе. Вот это был завод. Вот, видишь? Вот это. Новосибирский Афинажный завод. Ага, Новосибирский Афинажный завод. Вот мы сейчас зайдем в Кафедьяно, здесь узбекская. Да. Вот, это как называется? Жаркое. Это жаркое. Жаркое. Вот, картошка, мясо, значит... Это мясо, да? Такое. Это мясо по-гастонски здесь называется. Мясо по-гастонски. Тоже жаркое, чебурек и лепешки. И беляш. Вот такие блюда вот в таком вот кафе, которое никогда не бывает пустым. Здесь обязательно кто-то питается. Вот. И тут очень мягкие кресла удобные. Сидеть на них очень хорошо, удобно. В общем, называется это кафе Диана в городе Новосибирске. Мы прекрасно попитались. Ну, это понятно, что наводил. Все, и сытый идем с этой кухней узбекской Дианы. И делимся мы сейчас в сторону Октябрьского рынка, но мы на него заходить не будем. Мы просто сейчас купим кое-что для удовлетворения своей вредной привычки. Курит человек. Что будет-то Гуритская? И смотрите, как интересно сохранились бани. Еще старая такая вывеска в стиле а-ля 60-х годов. И это реально действующие бани. Да, трудно сейчас в городе найти обычную баню. Обычную. Не номера сауны, а вот такую вот баню сибирячую. Баня номер 7. Льготные дни, без льгот. Выходной вторник среда. Здесь его постройка царская, потому что, видите, окна и здесь окно за штамповарей. Здесь был дом какой-то, и потом с него сделали вот эти бани. Это, возможно, царская постройка. Но, правда, как-то сомнительно, потому что фундамент сомнительный. Кладка кирпича сомнительная. Или пат царское дело. Ну, не знаю. Очень подозрительно. Но то, что это старое здание где-то 60-х годов, это 100%. Вывеска эта, скорее всего, неоном светилась, а бани. Ладно, пошли. Как раньше говорили, да здравствуй, партия правительства. Да. Цветофор. Бургерная. Ну, вот, сейчас уже точно закончился день. И все. Это последняя серия про Новосибирск, друзья. Пока. Продолжение следует.